Утром 23 сентября 1977 года у всех без исключения газетных киосков страны было настоящее столпотворение. Спешившие на работу люди требовали свежий номер газеты «Социалистическая индустрия», которая вышла с необычной публикации. Настолько необычной, что люди не верили в ее существование до тех пор, пока сами не увидели статью. Так что же сообщила своим читателям газета? Вот краткое содержание публикации. Жители Петрозаводска явились свидетелями необычного явления природы. 20 сентября около 4 часов утра на темном небосклоне вдруг ярко вспыхнула огромная звезда, импульсивно посылавшая на Землю снопы света. Эта звезда медленно двигалась к Петрозаводску и, распластавшись над ним в виде медузы, повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые производили впечатление проливного дождя. Через некоторое время лучевое свечение кончилось. Медуза обернулась ярким полукругом и возобновила движение в сторону Онежского озера. Далее в публикации следовали расплывчатые комментарии экспертов. Но всем, кто держал в руках газету, стало предельно ясно. Петрозаводск атакован НЛО. И если об этом сообщает издание ЦК КПСС, то никаких сомнений быть не может. В послевоенное время в нашей стране говорить, а уж тем более писать в газетах о летающих тарелках, инопланетянах, а также о других, не укладывающихся в традиционное понимание явлениях, было не принято. Тем не менее, какая-то информация об НЛО из иностранных источников просачивалась. Например, про розовыйский инцидент 1947 года или про таинственную зону 51 в США. Эту информацию распространяли на стянутыми суровыми нитками листах с машинописным текстом. Читали такие истории про аномальные явления в основном студенты и аспиранты технических вузов. Люди с учеными степенями воспринимали подобную информацию скептически. Никаких летающих тарелок или блюдец не существует, заявляли они, опубликуемые в иностранных изданиях фотографии инопланетян обыкновенные фальшивки. У советской науки много других проблем. Поэтому ей абсолютно не досуг заниматься проверкой всякого рода небылец. И вдруг в ночь с 19 на 20 сентября 1977 года в небе над Петрозаводском произошло нечто. Как раз в 1977 год он оказался наиболее урожайным на такие вот непонятные явления. Начался он с того, что Москву как следует тряхнуло в феврале. Это было первое за многие годы такое крупное землетрясение в Европе, в Румынии, которое имело отголосок в Москве. Москва встала на уши буквально, на дыбы. Но потом наступил сентябрь, и произошло нечто, что всколыхнуло общественность в полном смысле этого слова. Старожила Петрозаводска до сих пор с содроганием сердца, вспоминаю 20 сентября 1977 года. Где-то около 4 часов утра над городом завис огромный светящийся объект. Он имел непрозрачное ядро, окруженное, по-видимому, светящейся плазмой. Вначале это было нечто, отдаленно напоминающее яркую звезду на небосклоне, которая медленно перемещалась с запада на восток. Очевидцы сразу отметили, что непонятное явление связано с чем-то космическим. Возможно, с каким-то экспериментальным аппаратом, ракетой, или вообще с инопланетной техникой. Потом яркая звезда разрослась, а точнее, растеклась по небу, и стала принимать облик медузы чудовищного размера. Почему именно медузы? Дело в том, что в период зависания объект выбрасывал светящиеся струи газов, напоминающие щупальца медузы. При этом некоторым очевидцам увиденное напомнило огненную бахрому. Вот физика возникновения этой самой бахромы, если честно, до сих пор непонятна. То есть, грубо говоря, газ, который истек из космического аппарата, достигнув какого-то предела, должен вместо распространения вбок, в стороны, должен вдруг опуститься в атмосферу и истекать некими струями. То есть, иными словами, как это могло прозойти, это большой-большой секрет и большая загадка для ученых. Видимый диаметр медузы очевидцы оценили примерно в сто с небольшим метров. А высоту зависания над землей люди назвали по-разному – от пяти до семи километров. Странная медуза проплыла над центральной магистралью Петрозаводска, улицей Ленина. Затем объект остановился, еще больше увеличился в размерах. И вдруг из него брызнули на город тонкие красные лучи, похожие на струи проливного дождя. Видели его практически, ну, если не все жители города, то все люди, которые в это время находились на улицах и у окон своих явлений, рассматривали пристально, некоторые фотографировали, снимали на кинопленку, снимали на фотопленку. Эти все фотографии остались. Утром в окнах на верхних этажах некоторых домов были обнаружены круглые отверстия, причем стекла наружных рам оказались нетронутыми, а поражены были именно внутренние стекла. Позже эти окна с непонятными повреждениями были отправлены на экспертизу. Однако физики не смогли идентифицировать происхождение отверстий в стеклах, поскольку такого ровного, без трещин, края не дает даже мощный лазер. Значит, это было какое-то неведомое для современной науки точечное высокотемпературное воздействие. Вот в том-то и фокус. То есть, когда рассматривалась версия МВД о том, что из рогаток ребята-хулиганы в одну ночь полгорода постреляли, вот, это, конечно, не выдерживает никакой критики. И вот такое вот высокотемпературное импульсное воздействие, оно фактически оказалось сфокусировано именно вот даже не на первых стеклах, а на вторых. Это, естественно, нонсенс. Еще один интересный момент отметили очевидцы, среди которых оказались и водители автомобилей. Хотя в столь раннее утро нужда заставила сесть за руль далеко не всех, шоферы заявили, что двигатели их машин неожиданно заглохли, когда они проезжали под этой самой медузой. Неопознанный объект висел над улицей Ленина около четверти часа. Затем вызвавшее переполох явление сдвинулось с места и переместилось в район порта на Онежском озере. Зависла над сухогрузом Волга-Балт и в течение 10-12 минут повторила свой красный дождь. Силовые установки грузового теплохода также моментально заглохли. На городской станции скорой помощи начал разрываться телефон. Несколько десятков людей пожаловались на резкое ухудшение здоровья и потребовали немедленного приезда врачей. Страх, стресс у людей был, наблюдался, да? Наблюдалось выведение из строя на некоторое время электронного оборудования. Значит, но самое интересное, что вот из того объекта, который зависал, некоторые очевидцы рассказывают о том, что из него протянулся луч, света, один единичный, как бы, да, на конце которого было нечто светящееся, на вроде летающего блюдца маленького, ну, или некого объекта, которое впоследствии просто отделилось от этого луча и приземлилось на поверхность земли. На следующий день весь Петрозаводск просто забурлил. Люди недоумевали и высказывали разные версии ночного инцидента. Региональный САПКОР ТАСС Николай Милов сразу отправился к директору Республиканской гидрометеорологической обсерватории Юрию Громову за разъяснениями. На что главный синоптик Карелии ответил так. Аналогов тому, что видели над Петрозаводском, раньше наблюдать не приходилось. Чем вызвано это явление, какова его природа, остается загадкой. Ибо никаких резких отклонений в атмосфере не отмечено не только за минувшие сутки, но и ранее. То есть что-то такое необычное, да еще для людей, не извращенных переизбытком информации, выглядело действительно как чудо, привлекло внимание. Появилась масса свидетелей, в том числе и муниципальные службы, и местные милиции, и скорая помощь, и дежурные на всяких подстанциях. То есть город весь этот сразу наутро, весь узнал все. И здесь скрыть это было нельзя. Один из очевидцев Петрозаводского феномена, преподаватель физики, ехал в ночь на 20 сентября из Ленинграда в сторону Петрозаводска. Вдруг он увидел, как в юго-восточной части неба среди звезд появилась и стала увеличиваться светящаяся точка. Казалось, что неизвестное космическое тело входит в плотные слои атмосферы. Вдруг из этого тела стали выделяться клубы серого дыма. Объект продолжал двигаться вниз. Облако вытягивалось, приобретая серебристый оттенок. При этом верхние лучи стали бледнее, а нижние, опускаясь к земле, светились интенсивнее. Потом облако приняло форму эллипса. Верхние лучи исчезли, а нижние протянулись до земли. Свет внутри облака стал красноватым. Потом объект исчез. Наблюдение длилось около 40 минут. Примерно в то же время стало известно, что явление в виде светящейся медузы наблюдалось не только с земли. Примерно за час до появления объекта в Петрозаводске аномалию в небе заметили пассажиры и экипаж самолета ночного рейса «Киев-Ленинград». Борт уже готовился к посадке, как вдруг летчики сообщили в аэропорт Пулково, что нечто непонятное село им на хвост. Командир экипажа по радиосвязи с тревогой спросил диспетчера «Кто еще находится в моем воздушном коридоре?» «Никого нет», – ответили с земли. Комплекс этих явлений, да, как бы, он не вписывался, как бы, так сказать, в некую такую классическую парадигму наблюдений. И, соответственно, как бы, скорее всего, можно предположить, что наземным службам, которых, естественно, запрашивали летчики, наблюдая нечто необычное, было дано распоряжение, как бы, так сказать, не пугать экипажа. И у нас нет свидетельств. Наблюдал ли РЛС, как бы, наземных служб, нечто? Скорее всего, наблюдал, я так думаю. В то время, пока экипаж самолета, следовавшего ночным рейсом из Киева в Ленинград, вел радиопереговоры с диспетчерской службой аэропорта Пулково, в салоне установилась зловещая тишина. Все без исключения пассажиры прильнули к иллюминаторам и с любопытством, которое ограничилось тихим ужасом, наблюдали за тем, что происходило за бортом. Тех, кто безмятежно спал, разбудили и предупредили о возможной аварийной посадке. Люди готовились к худшему. Это было какое-то явление, какое-то огромное существо, как говорили некоторые из них, из свидетелей, которое просто летело, находилось рядом с самолетом, и ему не составляло никакого труда достигать скорости самолета, перегонять его или тормозить, отходить под прямыми углами, набирать высоту мгновенно и снижаться в противовес всем законам физики. Сообщение об инциденте в ночном небе Петрозаводска немедленно было отправлено в Москву. А спустя двое суток о событии написала та самая газета «Социалистическая индустрия». Материал о неопознанном летающем объекте появился также в Советской России и в «Известиях», но только в выпусках для Сибири и Дальнего Востока. В Москве и Ленинграде эти газеты вышли без новостей о происшествии в Петрозаводске. Дело в том, что центральные периодические издания печатались в региональных типографиях, куда по фототелеграфу заранее отправлялись редакционные матрицы. В европейской части СССР тираж запускался только спустя несколько часов. За это время органы цензуры успели внимательно изучить содержание и заставить дежурных редакторов убрать сомнительный материал. А сообщения об НЛО над Петрозаводском цензоры сочли именно сомнительным. В Советском Союзе официальная точка зрения была такая, что НЛО нет и ничего похожего на них быть не может, а все, что происходит, это какие-то или техногенные явления, или просто еще недопознанные какие-то явления природы. Так вот классифицировалась эта история с появлением странного медузообразного тела над Петрозаводском. Однако скрывать что-то было уже слишком поздно. Кроме того, сообщения об этом странном явлении стали поступать из-за рубежа. Прежде всего из Финляндии, где не только наблюдали НЛО визуально, но и зафиксировали его на радиоэлектронных устройствах. Представитель управления внутренних дел Хельсинки утром заявил, что светящийся шар был виден с 3 часов 6 минут до 3 часов 10 минут местного времени. При этом полицейский добавил, что объект был очень ярким и оставил дымный след. На диспетчерской башне Международного аэропорта финской столицы также сообщили, что следили по радару за светящимся шаром, который двигался на восток. Кроме того, диспетчеры отметили, что странное явление спровоцировало интенсивные радиопереговоры на территории Советского Союза в период времени, когда в эфире обычно полная тишина. Финские власти серьезно забеспокоились. Через несколько часов хельсинская редакция американского информационного агентства ЮПИ сообщила следующее. Яркий огненный шар, наблюдавшийся в течение около 4 минут ранним утром 20 сентября из Хельсинки, мог быть взрывом советской космической ракеты или последствием эксперимента с ядерным оружием. После чего финское правительство немедленно обратилось к Москве за разъяснениями. В самом деле, может быть, Советский Союз проводит какие-то испытания неизвестно чего, опасные для нас. И дело дошло до Леонида Ильича Брежнева, который сказал, безусловно, этим надо заниматься, это надо разобраться. Подключили военных, которые ничего не смогли толком объяснить. Одновременно подключили ученых. Была даже сформирована специальная комиссия Академии наук, в которую вошли авторитетные эксперты. Чуть позже директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн, академик Владимир Мигулин, объяснил загадочное петрозаводское явление эффектами, связанными с запуском с космодрома Плесецк искусственного спутника Космос-955. В районе Петрозаводска, на севере страны, там много происходит различных таких явлений и метеорологического характера, и в том числе даже достаточно редкие. Ну и само собой, поскольку рядом недалеко Плесецк, были всякие запуски и так далее, которые тоже дополнительно давали интересные эффекты. Да, действительно, в ту ночь секретного космодрома Плесецк стартовала очередная ракета с космическим спутником военного назначения. А поскольку этот космодром находится не так далеко от Петрозаводска, то при определенных атмосферных условиях следы запуска ракеты вполне могут превратиться в необычные образы, которые предположительно отметили в своих рассказах очевидцы. Эти эффекты связаны с рассеиванием солнечного света на газопылевом облаке, образованном продуктами сгорания топлива. Метеорологи считают, что лучше всего такие эффекты видны в сумерках, когда трасса ракеты проходит в области, освещенной Солнцем, а наблюдатель находится на ночной стороне Земли, то есть в темноте. Форма газопылевого следа и его размеры могут меняться и достигать самых верхних слоев атмосферы. А поскольку все это происходит на высоте более ста километров, то такие эффекты хорошо видны на больших территориях. Однако эту версию значительная часть исследователей считает несостоятельной. Во-первых, согласно свидетельствам очевидцев, объект висел прямо над головами людей, а не высоко в небе. И это было доказано специалистам по уфологии, доцентам Московского авиационного института Феликсом Зигелем, который моментально выехал в Петрозаводск после инцидента. Я был поражен тем, насколько профессионально с точки зрения науки тот же Феликс Юрьевич подошел к рассмотрению этого феномена. Он взял и прямо на одном листочке, вот обыкновенном А4, в полярных координатах рассчитал высоту этого явления, зная о том, что наблюдался он в Петрозаводске, вот в Хельсинки, еще там в ряде мест, координат которых были известны. Высота 20 километров. Вот. Ни о каких пусках космос, там номер такой-то, и речи не могло бы быть. И второе немаловажное замечание. Его приводят в качестве аргумента те исследователи, которые предпочитают рассматривать Петрозаводский феномен именно атакой инопланетного летающего объекта, а не эффектами от последствий пуска космической ракеты. Суть замечания следующая. Никакое атмосферное явление, да еще с высоты 100 километров, не способно точечно воздействовать на технику и выводить ее из строя, а также причинять вред живым организмам, как это было отмечено в ту ночь в Петрозаводске. Согласно собранным свидетельским показаниям, есть несколько эпизодов, говорящих о том, что во время Петрозаводского дива или Петрозаводского явления, как его по-разному называют, глохли моторы некоторых автомобилей. Утверждают, что было воздействие на животных, было воздействие на здоровье людей. Было воздействие на местность. И как, каким излучением на таком расстоянии возможно воздействовать на технику, на двигатели автомобилей, собственно говоря, никто не знает, как воздействовать на двигатели автомобилей даже на маленьком расстоянии. Несмотря на многие нестыковки в выводах комиссии Академии наук, версия, что жители Петрозаводска наблюдали не летательный аппарат инопланетного происхождения, а просто очень необычный эффект, связанный с экспериментом по запуску космической ракеты, была представлена как основная и официальная. При этом никто не обратил внимания на одну деталь. Медуза появилась раньше. То есть, как вы понимаете, впоследствии эксперимента не могут возникнуть до начала эксперимента. Вот это несоответствие до сих пор не дает оснований нам считать, что все происходящее над Петрозаводском есть суть последствия космического запуска космоса 955-го. Явление видели уже за несколько часов в Петрозаводске, видели в Финляндии и видели из иллюминаторов самолета Киев-Ленинград видели все пассажиры этого самолета, которые летели как раз вот в том направлении. То есть оно появилось уже тогда. Прошел месяц после таинственного события в Петрозаводске. И вот утром 23 октября 1977 года к дому номер 4 на Старой площади в Москве подъехал черный лимузин. Из него выскочил мужчина средних лет с немного растерянным видом и быстро вошел в подъезд с вывеской Центральный комитет КПСС. Секретариат. В руках мужчины была толстая папка. Визитера встретил референт отдела науки ЦК и провел в комнату для совещаний. Там уже ждали гостя. Причем не столько его, а папку, которую он привез. На титульном листе папки было написано «Для служебного пользования. Феномен 20 сентября 1977 года. Описание явления. Предварительный анализ данных». Изучение папки длилось почти сутки. Собранный секретариатом ЦК экспертный совет был шокирован приведенными в документах фактами, данными анализов и выводами составителей. Не было никакого сомнения, что происшествие в Петрозаводске не являлось эффектом, связанным с запуском космической ракеты. Но тогда что это? Было мучительно трудно признать, что событие связано с инопланетным разумом. Но других объяснений не было. Эта история будоражила сознание еще целых 15 лет. А потом как-то незаметно утихло. Утихло вместе с тайной, которую так никто и не смог раскрыть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok